Эстония и Россия обменялись шпионами на границе. Две страны произвели на своей границе обмен гражданами, отбывавшими наказание по статьям о шпионаже. Предварительно шпионы были помилованы президентами обеих стран. Эстония и Россия произвели на своей границе обмен гражданами, осужденными за шпионаж. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщает эстонский портал Delphi. Обмен был произведен 10 февраля в пограничном пункте Кайдула на российско-эстонской границе. Гражданина РФ Артема Зинченко, отбывавшего срок за шпионаж в Эстонии, обменяли на осужденного в России за шпионаж эстонского предпринимателя Райва Суси. Россиянин в мае 2017 года был признан виновным в шпионаже и приговорен к пяти годам тюрьмы. Эстонец в декабре 2017 года получил в России 12 лет заключения. Перед обменом оба подали прошение о помиловании, которое президенты Эстонии и России удовлетворили. Дилфи уточняет, что Райва Суси был, который вел свой бизнес в том числе на территории стран бывшего СССР, был задержан в московском аэропорту Шереметьево в феврале 2016 года, когда направлялся из Таджикистана в Таллин. Действия, в которых его обвинила ФСБ, были совершены еще в 2004-2007 годах. Сам эстонец причастность к шпионажу отрицал. По данным официальных органов Эстонии, Райва Суси, совладелец фирм по поставке самолетов Лакиото Оузы Маскет, а также компании Рэхолдису, ремонтирующей воздушные суда. По данным СМИ, фирма Умаскет есть в списке посредников Министерства иностранных дел Эстонии как посредник в торговле оружием, боеприпасами, системами управления огнем, сухопутными, водными и воздушными средствами передвижения, средствами бронезащиты. Клиентами Суси были миллионеры из авиаклубов России, Англии, США и Западной Европы. По материалам сайта Ньюсгроком.